Добрый день, вечер. Очень здорово, что вы все сюда пришли. Меня зовут Нина Вересова, я преподаватель курса B.A. Textile Design, текстильный дизайн на британском бакалавриате, здесь собственно в Британке. Сегодня мы с вами поговорим про космический текстиль. Для начала мне, наверное, было бы интересно узнать у вас, какие у вас ожидания от того, что вы сегодня услышите, потому что, скорее всего, я их не оправдаю, но очень интересно, зачем вы сюда пришли и что бы вы хотели узнать. Да. Ага, класс, хорошо. Про это я рассказывать не буду. Нет, ну вы оставайтесь, будет все равно очень интересно, но да, про сами техники мы сегодня, к сожалению, не поговорим, но будет интересней. Так, еще какие-то ожидания? Нет? Больше никаких? О, это очень круто, класс. Супер, вот это круто. Да, про куда двигаться дальше мы тоже поговорим сегодня и вообще в целом про космический дизайн поговорим. Так что надеюсь будет интересно. Мы начнем с истории немножко, потому что у нас все-таки лекция приурочена к сериалу про советский дизайн, то есть мы поговорим про то, как это было и поговорим про то, как это будет. Вот. Какой-то такой план. Ну, собственно, когда мы говорим про космос и когда мы думаем про космос, мы всегда думаем о чем-то таком очень большом, необъятном, страшном, холодном, гигантском, да, то есть там как-то холодно, там как-то темно, там очень много всего и там что-то, что-то, что там находится, это либо камни, либо металл, да. И если посмотреть на советские плакаты, на советские журналы, которые затрагивают затрагивают тему космоса, то это в основном все такое очень холодное, страшное и так далее. Давайте подумаем про космические корабли, да, начнем с космических кораблей. Как мы вообще в принципе можем попасть в космос без космического корабля? Примерно никак. Поэтому как мы себе представляем космический корабль? Я в этой презентации и в этой лекции я буду использовать свои фотографии в основном, которые сделала в музее космонавтики в Калуге, музее Циолковского. Были там когда-нибудь? Да, классно, понравилось? А? Шикарно, да. А, круто. Это было в прошлом году? В общем, сама идея лекции и сама идея этого выступления родилась именно там для меня, потому что мы поехали, как ни странно, со студентами текстиля в текстильную экспедицию. Мы периодически ездим в разные города России или мира, чтобы поизучать текстуры, текстиль в целом. И как-то вот раз мы были в Калуге, нельзя было не зайти в музей космонавтики, мы шли, и я была поражена, насколько много в космических кораблях и их конструкциях тряпочек. Вот тех самых тряпочек, от которых мы очень часто не думаем и забываем про них, потому что космический корабль это что? Это металлическая большая штуковина, да, блестящая. Как правило, очень блестящая, да, космический дизайн Советского Союза очень блестящий, очень красивый, весь такой гладкий, чтобы летел быстро, высоко и долетал до туда, куда нам надо, да. Очень, как вы думаете, ну не как вы думаете, вы наверняка знаете, кто создает, собственно, космические корабли? Кто эти люди? Кто эксперт по космическим кораблям? Как они называются? Ученые. Какие ученые? Конструкторы, инженеры, какие-то невероятные люди, которых никто не знает лично, но они где-то есть, да? А вот вы занимаетесь космическим текстилем, вы знаете ученых, которые делают корабли. Да? Ага, супер, отлично. Класс, супер. Вот, в общем, очень много металла, очень много всяких классных конструкций, элементов. Все блестит, все красивое. По дизайну, если мы посмотрим, то похоже на, ну очень современную, то есть это давненько сделанная эта штуковина, да, а если мы посмотрим на современную какую-нибудь кухонную технику, очень похоже. Да? А при этом во всем этом блестящем, красивом, сверкающем мы можем найти текстильные элементы, и вот это вот становится уже интересно, потому что когда мы говорим про космос, мы говорим про высочайшие технологии, какие-то недостижимые. Илон Маск вас встречал там наверху, да? Вы заметили Илона Маска? Вот. Невероятные 3D-печать, инженеринг, 3D-моделирование, еще что-нибудь такое. При этом трубочка обмотана тряпочкой, потому что все, что держит корабль вместе, по сути, это тряпочка, про которую мы очень редко думаем, и это суперклассно. И я начала смотреть на все эти тряпочки, и как они вообще в принципе устроены. И вот здесь есть такой небольшой, такой вот элемент, который покрыт полностью текстилем. На вид это брезент, или что-то близкое к брезенту, скорее всего, непромокающее, сшитая. И вот этими вот элементами обернут космический корабль для того, чтобы создать теплоизоляцию, гидроизоляцию. И по сути, между вот человеком и космосом есть слой металла и тряпочка. Также было очень интересно обратить внимание на то, как оно в принципе собрано и как оно в принципе работает. Да, вот 3D принтер, будущее, компьютерное моделирование, клей. Клей с тряпочкой. И потрясающе, и восхитительно то, что оно летало и возвращалось, и работало. И целая команда, как вот вы сказали, да, что целая команда, целая организация трудилась над тем, чтобы наполнить вот эту, по сути, металлическую банку, космический корабль текстилем внутри. Вот. Но здорово про это думать. Еще несколько элементов. Тут уже мы можем получить отсылки на какой-то герн, как это называется, альпинистское что-то, да. То есть у нас здесь стропа, прошитая, картинка справа, стропа двойная, прошитая нитью, которая держит между собой металл. Картинка слева, просто кусок материала, обернутый вокруг шнура, да. Белая изолента. Она тоже может стать частью текстильного дизайна в космосе. При этом здесь, конечно же, очень важно, как она обернута, да, то есть сама техника оборачивания белой изолентой некоторых соединений. И снова стропа, уже одинарные, которые тоже обернуты соединения. Вот здесь можете увидеть приспособление, в котором была для собаки, да. То есть здесь сидела собака, внутри маленькая, справа видно ее маленький скафандр, маленький собачий такой мешочек. И, естественно, ни человеку, ни животному не очень приятно соприкасаться с металлическими холодными элементами, поэтому там все, естественно, тоже текстильное. Но интересно не это. Интересно, что сами конструкции, они собраны на нитку, на швы, да. То есть, что соединяет металл с материалом? Это обычная нитка, которая никаким образом невозможна сделать автоматически. То есть этот космический аппарат сидел человек и ниточкой прошивал, да. И получается, что космический аппарат, он такой же технологичный, как платье от кутюр, потому что сидит человек и очень долго прошивает его ниточкой. И как лапоть, конечно, это в лапте, это очень крафтовая, артистичная текстильная техника, да. Еще один элемент тоже здесь использован как изоляционный материал, и здесь внутри самые обычные земные материалы, да, наслоенные друг на друга. Здесь эти картинки, они скорее не про текстиль, а про то, что вот эти провода, да, тоже незаметная работа, которую мы не видим в космических кораблях, которые не публикуются в журналах и не показываются по телевизору. Укладывание проводов так, чтобы они лежали правильно, не путались. Очень-очень похоже на работу вышивальщиков, в каком-то плане крафтовую такую работу. Ну и, конечно же, соединение, в принципе, всех этих изоляционных материалов. Картинка справа, такая некая набитая ткань, которая соединена веревочкой, и сама техника, сам принцип работы очень схож со сбором, с конструкцией корсета, да, то есть мы можем посмотреть на корсет 18 века, который тоже сделан вручную из китового усы и так далее, и мы можем посмотреть вот на эти соединения, которые работают по этому же принципу. Другая более… Ну, как вы думаете, что это? Капроновые чулки, ага. Еще какие-то идеи? Сетка что? Амортизатор чего? Амортизирующая ткань. Чтобы не бабахаться о железке. Честно говоря, я не знаю, что это, но выглядит очень красиво. Пылеуловитель, точно, да, похоже. Опять же, если мы не будем улавливать пыль в космосе, то будет не очень приятно, потому что там работает гравитация. Ну, наверное, такое тоже интересное соединение, изоляционное, утепляющее, чтобы там все не замерзало. Мы знаем, что в космосе очень холодно, при этом посмотрите, какие потрясающие здесь швы, какие потрясающие соединения, и они тоже все сделаны по корсетным таким вот принципам, когда, если что, мы можем взять и отрегулировать, мы можем подтянуть, затянуть, если меняются условия, если меняется, в принципе, если что-то там раздувается, сдувается. И интересная мысль здесь у меня появилась. Для того, чтобы создать, да, кто это создает, кто это придумывает, для того, чтобы это создать, нужно ли быть, в принципе, ученым, таким важным, очень-очень продвинутым инженером. Или, в принципе, если вы понимаете задачу, что вам нужно обернуть трубу и иметь возможность ее двигать туда-сюда, подтягивать и затягивать, вы можете быть дизайнером и создавать такие вещи. Ага, да, ну, нужно ли вам быть астрофизиком для того, чтобы такое сделать? Нужно уметь, нужно иметь возможность задать правильный вопрос правильному человеку в правильном, на правильном этапе работы, правильно? Правильно. Да. ТЗ, да, это важно. Ну, то есть, как вы думаете, кому, какому специалисту было дано ТЗ, чтобы сделать вот такой элемент космический? Как инженеру-технологу чего? Инженер-технолог терморегуляции. Ну, это, конечно, понятно. Кто-то придумывает, кто-то делает, кто-то еще делает, да. Окей. Ответ. Вы хотите ответ? Вы пришли на лекцию за ответами. Ответ в том, что вопрос открытый, потому что, в принципе, если мы возьмем в целом вот эту конкретную задачу, мы можем ее поручить примерно любому специалисту, который работает с тканью и с текстилем. То есть, мы можем прийти к швейному, к технологу-конструктору, который параллельно там работает в легкой промышленности, создает платье или, например, оборвать… А? Слесарь. 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 Русский, российский слесарь или советский слесарь точно может. Вот. Но, скорее всего, это текстильный специалист, конечно же, да, но это не значит, что он может специализироваться только на космосе. Он может специализироваться примерно на чем угодно. Может быть, это для скалолазания какое-то оборудование, да, или одежда. Может быть, это одежда для рабочих, да, униформа для рабочих. Может быть, это, опять же, просто швейный технолог-конструктор, а может быть, это швея обычная, да. Не может быть. А дизайнер какой-нибудь может такое сделать? Нет? Почему? Ну, нет, потому что швея не технолог, то есть швея не может сделать, но может сделать, но дизайнер, задача дизайнера скоммуницировать свою идею шве, да, и дать правильное техническое задание, как там оттуда, откуда-то прилетело про техническое задание, это правда очень классно, про то, что вот здесь должно быть очень плотно, здесь натяжение, да, но в принципе, если мы говорим про дизайн, если мы говорим про советский дизайн, мы говорим про современный дизайн, задача дизайнера задаваться вопросами, а как оно может быть? И когда мы думаем про то, что космический корабль должен дизайнить специальный космический дизайнер, ну, он же должен откуда-то взяться, у нас нет курсов космических именно дизайнеров, вот, поэтому в принципе, любой дизайнер, который задается вопросом, а как это может быть, и исследует вопрос, задает вопросы специальным людям, может это сделать. Но не один. Один дизайнер ничего сделать не может. Одна швея тоже ничего не сделает. Да, но это мы говорим про конструкции космических кораблей в целом. Если вы решили после женской одежды заняться мужской одеждой, главное, не начинайте делать мужской пиджак, потому что это как космический корабль, так же сложно примерно. То есть для этого нужен специалист по космическим кораблям или пиджакам. Да, есть своя специфика. Конечно, нужен опыт. Я не имею в виду, что может прийти любой человек с улицы, прийти и сказать, я сейчас вам задизайню тряпочку для космического корабля. Конечно же нет. Конечно же нужны тесты, нужны исследования и так далее. Но обязательно также нужно помнить, что если вам вдруг, если вы начинающий дизайнер, и в том числе дизайнер текстиля, и вам очень хочется поработать в космической отрасли, вы можете это сделать, потому что в принципе ничто вас в этом не ограничивает. Но мы к этому еще придем. Окей. Про корабли поговорили. Поехали про космическую одежду. Как мы представляем себе космическую одежду? Ну, как-то так примерно обычно. Как это представляется в sci-fi? Как это видится в современной культуре? Это всегда что-то, либо если это женская космическая одежда, то это много голого тела почему-то. Если это мужская, она может быть очень даже комфортной. Как представлялись одежда в Советском Союзе? Так называемый space age fashion. Вот так. Что у нас здесь? Простой силуэт. Похожий в некотором смысле на Пьера Кардена, его знаменитая космическая коллекция, вдохновленная космосом. Простой силуэт, короткая, и вот такой часто капюшон, часто голова закрыта. Потому что в кино представлялась одежда примерно так. Соответствует ли это действительности? Нет. Почему мы хотим себе представлять космическую одежду так? Ну, потому что космос, там должно быть что-то необычное, что-то невероятное. Там же нельзя просто ходить в футболке же, правда, в космосе. Или можно? Ага, да. Еще, когда мы говорим про космическую одежду, мы, конечно же, говорим про космический костюм. Но интересный факт, вот этот космический костюм, его сложно назвать космической одеждой. То есть это, конечно же, первое, что нам приходит в голову после всех этих футуристичных штук. Но космонавты обычно говорят, что это еще один космический корабль, который повторяет форму тела. Потому что космический костюм, он не скафандр, он не совсем одежда. Его задача, во-первых, это стоять барьером между огромным холодным темным космосом и очень нежным, маленьким, теплым человеческим телом. Соответственно, он очень технологичен, в нем очень много всяких разных трубочек, которые выводят углекислый газ, которые выводят жидкости там разные, чтобы человек не задохнулся, чтобы человек мог дышать, чтобы ему было тепло и настолько комфортно, насколько это возможно. То есть это такая носимая машина, носимая технология в самом чистом ее виде. Но в эту машину человек входит в еще одном костюме, который уже надевается на тело и в котором, правда, можно двигаться, который больше похож на одежду. Конечно, как правило, эти костюмы сделаны из достаточно технологичных материалов. Опять же, там про сохранение тепла, про отвод влаги, про разные усиления для мышц поддержкой и так далее. Сам процесс переодевания так очень довольно забавно выглядит. Вот все эти трубки бесконечные, которые в случае разгремитизации, например, трубки, которые соединены с кораблем, если сидеть внутри корабля, они обрываются, чтобы человеку было безопасно. То есть это такой кокон безопасности с очень многих кнопочек. При этом вот эти внутренние костюмы Undergarments, они повторяют тело, они должны быть достаточно комфортными. У них тоже есть разные трубочки, нагреватели и так далее. Но на что похоже? Похоже на что-нибудь? Термобелье. Наверное, вы знаете, что дизайн космического костюма, он пришел, он был переработан из водолазного подводного костюма, и форма очень похожа. Мне напоминает пижаму, например, потому что носочки уютненько. Очень классный костюм белки или стрелки, или какой-то еще собаки. Не уверена, как конкретно зовут этого именно собаку. Тоже использованы обычный брезент, тканюшка, бязь, и корсетные техники, чтобы у нас это все застегивалось по форме собаки, потому что на каждую собаку, пока мы ее померяем, пока мы для нее именно по фигуре сошьем что-нибудь, может быть, ей уже пора в космос, поэтому такой типовой костюм. И то же самое используется для людей. Те же самые корсетные техники из 17-18 века для обуви, для одежды. Ну и наверняка у кого-то в гардеробе есть ботинки с высокой шнуровкой. Нет, просто со шнуровкой. Шнурки. Пользуйтесь шнурками. Более сложные костюмы, в которых не совсем скафандры, но в которых космонавт находится внутри космического корабля, на взлете, на посадке. Очень интересно посмотреть на материал. Опять же, он достаточно обычный. Никаких волшебных пластиков, никаких макро-микро штук. Естественно, он гидроизолирован. Естественно, там есть все технологические швы и дополнительные трубочки. При этом очень похоже на горнолыжный костюм. Мне напоминает горнолыжный костюм или костюм промышленного альпиниста. Униформа такая, куда можно всякое понавесить. Вот такой вот скафандр. То есть у вас, в принципе, есть ожидания того, из чего должен быть сделан скафандр. Но вот вам завтра лететь в космос, вам нужно выбрать себе, подобрать скафандр в H&M. Из чего он сделан? Вам в открытый космос в нем выходить? Нет? В H&M? Вы готовы выйти в H&M в открытый космос? Ну, сначала лететь, потом вы долетели, и вам надо пойти погулять, посмотреть окрестности. Понятно, у вас, конечно же, несколько скафандров, потому что надо как-то переодеваться. Кстати, интересный факт. Не знаю, знали вы или нет, но космонавты не стирают на МКС, например, когда они находятся. Они просто носят вещи, а потом выбрасывают, потому что стирать нельзя. В общем, да, интересно, что скафандр для настоящего космонавта сделан из хэбэшки. Но с металлическими вставками, то есть если увидеть, если посмотреть на рукава, рукава подсоединяются, прикручиваются, грубо говоря. Тоже такие элементы сшитые, немножечко уже порванные, потрепанные, при этом классно работающие. То есть если мы просто попробуем поизучать… А вот тут есть? Нет. Окей. Если мы просто попробуем поизучать вот эти вот швы, вы говорите, что вы шьете рюкзаки, если вы берете просто обычный вот такой вот… Это уже раскосмосовский скафандр, да, и изучаете швы и соединения, там уже все придумали. Там ничего не порвется, ни при каких натяжениях, потому что все швы сделаны очень классно и технологично. Еще один лыжный костюм. И вот мы потихоньку подвигаемся к тому, что надето под скафандром, потому что, напоминаю, что в космосе темно, холодно, и он большой, вот. Но человеку очень важно чувствовать себя уютно, даже в космосе, да. И советские космонавты, и современные космонавты частенько поддевают, ну вообще, в принципе, поддевают под скафандр что-то, что телу приятно, потому что пока все, на что мы смотрели, телу не очень приятно, да. Ну то есть вам бы хотелось бы холщовый скафандр по себе на тело сразу. Наверное, нет, да. Даже вот этот вот костюм, который похож на пижаму или на водолазный костюм, он тоже навряд ли очень приятен телу. Поэтому космонавты очень ценят и любят вязанный трикотаж, да, как здесь, например. Какие-то вот такие маечки, да, обычные совершенно. Или вот, например, халат махровый, да, который помогает космонавту чувствовать себя уютно, потому что он и так далеко от дома и нужно, чтобы что-то его поддерживало. Статическое электричество, да, это очень-очень важно. Ну и когда вот мы немножко затронули этот момент, когда мы говорим про дизайн для космоса, да, и может ли обычный дизайнер вот так вот взять и позволить себе задизайнить что-нибудь для космоса, например, одежду. Ладно, не будем дизайнить космические корабли, давайте подумаем про одежду. Вот тут есть, я так поняла, тут есть дизайнеры одежды, да, сколько у вас тут дизайнеров одежды? Раз, два, три, класс. Вы могли бы что-нибудь задизайнить для космоса? Легко, да? Если разрешат. А кто запрещает? Ученые, злые ученые запрещают дизайнить одежду? Нет. Почему? Ну, а что, вот если представим, что все вам разрешили дизайнить одежду для космоса, вот завтра вот к вам приходят и говорят, сделайте нам коллекцию одежды для космоса, которой, кстати, никто еще, ни один дизайнер еще не сделал ни одной коллекции одежды для космоса. Ну, чтобы вы знали. Что, что? Не учат. А чему учиться? В чем сложность? Да, но в жизни тоже практичность достаточно важна, да? То есть мы не идем за хлебом в платье баленсиаго каком-нибудь огромном. Не, ну можно, конечно. Но что нам мешает? То есть что в космосе по-другому? Ничего, правильный ответ. Окей, хорошо. Давайте тогда представим так. Вот есть стакан, да? Ну, кто-то когда-то миллионы тысячи лет назад его задизайнил, да? То есть человечество придумало стакан, в который можно наливать жидкость и пить из него, правильно? Да? Просто придумали стакан, потому что вот нужен был стакан, нужно было куда-то наливать жидкость. Теперь давайте отправим стакан в космос. Что произойдет с жидкостью в стакане? Разольется, потому что там нет гравитации. Правильно? Чего-чего? Да, ну минимальная. Жидкость там летает. Соответственно, дизайн, который работает на Земле и обусловлен гравитацией, как стакан, не будет работать в космосе, просто потому что там по-другому работает гравитация. Теперь, и как решена эта проблема? Как дизайнеры решили проблему воды в космосе? Как мы пьем в космосе? Вакуумные пакеты с трубочкой. Вакуумный пакет с трубочкой, с которой мы пьем. Фрутоняне тоже так делают. Ну вот эта космическая еда, вся в тюбиках. Нужны ли специальные знания, помимо гравитации, чтобы задизайнить вакуумные пакеты для еды или трубочку для космоса? Трубочки. Ну, в смысле, чтобы придумать, что стакан в космосе не работает, но работают вакуумные пакеты и трубочка. Нужны ли специальные физико-астрономические, астротехнические знания для этого? Ладно, моя идея в том, что не нужны. То есть, в принципе, находясь на Земле, понятно, что вокруг на нас воздействует гравитация, мы находимся под ее влиянием, но, в принципе, имея дизайн мышления, мы можем легко себе представить, что окей, гравитации нет. Если я вот это уроню, оно сразу упадет резко. Если я переверну стакан, из него вылится жидкость. То есть человечество имеет достаточно абстрактного мышления, чтобы себе это представить. Правильно? Да, мы прошлись немножко по космическим кораблям, и, в принципе, если мы находимся внутри космического корабля, мы там чувствуем себя примерно как в самолете. В самолете, ну так, шумно, но нормально. Там тепло, светло, хорошо, и безопасность там работает. То есть внутри, дальше, когда человек уже находится внутри космического корабля, он может чувствовать себя вполне себе комфортно. И тут уже не идет вопрос о жизни и смерти, тут идет вопрос о комфорте. Как комфортно попить воды в космосе, как комфортно поесть, как комфортно поспать. И в самолете, да, в космосе единственная разница между космической станцией и самолетом – отсутствие гравитации. И вот это то ограничение, о котором, если вы являетесь дизайнером, вы можете подумать, и вы можете его применить и здесь на Земле что-то задизайнить и предложить космосу, потому что космос достаточно открыт. Ну, это такой дискуссионный вопрос, то есть вы поняли, да, я вам тут не даю ответов, я задаю вопросы в основном. Да, у них есть форма, да, российский космос очень военный. При этом мы знаем, что существует космический туризм, да, и в принципе, если у вас очень много денег, сейчас, пока, да, если у вас очень много денег, вы можете слетать на выходные в космос. Через… не можете? Если даже много денег? Даже очень? Ну ладно, на недельку, на месяцок. Ну, в общем, мы сейчас думаем через 50 лет, окей, на выходные. На вечеринку в космос летать. Ну вот, да, и в принципе, когда вы находитесь в космосе, и вы там примерно как в самолете, но без гравитации, вам там важно, чтобы вам там было удобно, да, то есть отсутствие гравитации, оно что создает? Оно создает разницу, оно размывает границы между верхом и низом, да, то есть у нас на Земле есть концепция очень четкая. Это низ, это верх. Мы понимаем, где что находится. Когда мы в космосе, все низ и все вверх одновременно, это немножко ломает мозг. И, соответственно, когда мы думаем про космический дизайн, помимо, конечно же, безопасности, правильно подобранных материалов и всего прочего, нам важно, чтобы космонавты, как бы они ни готовились, да, понятно, что российские космонавты – это очень подготовленные военные люди, которые могут пережить любые перегрузки, любые нагрузки. Как бы они ни готовились, они все равно остаются людьми, которым важен комфорт и уют, потому что человеку сложно жить без комфорта и уюта. А комфорт и уют создают, как правило, что? Текстиль, крафт, одежда. То, что мы трогаем, да, тканюшечки или нетканюшечки. Да, то есть вот люди в космосе, какой функционал несет елка у них в руках? Никакой. Она небезопасная, она не опасная, она не выполняет никакую функцию, кроме того, что она радует, эмоциональная. Да, потому что человек в космосе, он грустит по Земле. Помните, да, песню про рок от космодрома? Очень грустно и очень важно сохранять вот эту тактильную связь с миром. Вот это фото космонавтки. И я прошу вас обратить внимание на то, что находится у нее на стене. Она занимается вышивкой в космосе. Вышивает. И это тоже не несет вообще никакой практической пользы и смысла, но это позволяет ей выполнять свою работу, потому что наверняка у каждого из вас есть свое хобби, вы делаете что-то для души, по любви, чтобы расслабиться. И в космосе это тоже очень важно. Тут у меня еще фотографии всяких предметов, которые для бритья, наборы, всякие инструменты, которые упакованы аккуратненько. И частенько это… Да, медицинские тоже. Там были медицинские. У меня была другая фотография с набором для бритья. Она также была упакована в тканюшечку. Да, это конкретно медицинские. Спасибо большое. Так вот, возвращаясь к космическому дизайну и текстилю, и вот этому всему. Как вы думаете, что здесь происходит? Свадьба. Ага. Окей. Ну, в общем, да. Свадьба происходит. Веселое событие, да? Оно происходит в невесомости. Жених и невеста одеты… Ну, то есть вы поняли, вы как поняли, что это свадьба? По их одежде, правильно? Да? Невеста в свадебном белом платье. Как вы думаете, кто делал дизайн свадебного платья? Ученые? Ну, они не в космосе, но они находятся в условиях отсутствия гравитации, да? И, в принципе, единственное требование к дизайну платья свадебного в условиях отсутствия гравитации – это создать драпировки так, чтобы они не опрокинулись, куда не надо, да? Чтобы все, что надо, было закрыто, а все, что не надо, было открыто. И когда мы говорим про дизайн текстиля, про работу с тканью, про работу с материалом, про дизайн одежды, дизайнеры одежды всегда работают с гравитацией. То есть если вы посмотрите сейчас на свою одежду, ваша одежда всегда под силой гравитации стремится вниз, да? Ну, так устроено. То есть моя юбка, если я встану, не поднимется мне на уши, да? А, соответственно, здесь задача дизайнера одежды была сделать платье, которое не упадет. И для того, чтобы это сделать, и для того, чтобы об этом подумать, нужно было просто учесть гравитацию, точнее ее отсутствие, и все. И это прекрасно, потому что, если вдруг вы захотите, хотите сделать одежду для космоса, и я не говорю про военный, российский, серьезный, важный космос, да? Я говорю про через 50 лет вот эта вот та самая одежда, потому что кто создает все эти концепции, да? Кто создает возможности, кто задается вопросами? Дизайнеры задаются вопросами. И если вы это сделаете и популяризируете, кто-то поедет на медовый месяц в космос, на выходные, да? Через 50 лет. У меня все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.